здравствуйте в этом обзоре я расскажу вам о процедуре калибровки балансировочного станка гелиус с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем процедура калибровки станка состоит из четырех основных этапов калибровка вала калибровка линеек калибровка датчиков дисбаланса калибровка точечного лазерного указателя собственный дисбаланс вала устраняется специальной процедурой его калибровки при переустановке либо замене резьбовой части вала его калибровка должна быть проведена в обязательном порядке для проведения процедуры калибровки необходимо снять все принадлежности с вала выполнить 45 измерений дисбаланса не фиксируя их результаты нажать меню проверка и калибровка калибровка вала по запросу на экране опустить кожух или нажать старт после сообщения о завершении калибровки вала нажать готова затем выход калибровка вала завершена выполните проверку калибровки вала проверка калибровки вала осуществляется в следующей последовательности снимите все принадлежности с вала выполните 35 измерения дисбаланса не фиксируя их результаты выполните три измерения дисбаланса зафиксировав результат средние значения дисбаланса не должны превышать один грамм с каждой стороны противном случае следует выполнить калибровку вала точность расчета дисбаланса зависит от точности измерения геометрических параметров колеса некорректные показания линейки могут привести к увеличению количества циклов балансировки процедура калибровки линейки выполняется с используя специального калибра который входит в стандартную комплектацию станка находясь состоянии новое колесо зайдите в меню проверка и калибровка калибровка линеек установите калибр на вал затем на вал следует надеть два конуса большой и малый прижать их с небольшим усилием гайкой с кольцом до касания калибра и торцевой поверхности шпинделя важно чтобы ручка гайки не закрывала площадку калибра выполните калибровку согласно указаниям на экране подведите линейку в точке 1 калибра удерживая линейку нажмите готово подведите линейку к точке 2 калибра удерживая линейку нажмите готово верните линейку в исходное положение станок укомплектован узэ датчиком для его калибровки необходимо установить калибр вертикально опустить кожух нажать готово поднять кожух затем разверните калибр строго вертикально на 180 градусов опустите кожух и нажмите готово поднимите кожу калибровка линейки завершена выполните проверку калибровки линейки проверку линейки выполняем с используем калибра линеек находясь в режиме новое колесо нажмите меню проверка и калибровка диагностика наденьте на вал калибр большой и малый конус опустите кожух на экране в строке дистанция должно появиться значение 104 плюс минус 3 миллиметра поверните калибр вертикально на экране в строке дистанция должно появиться значение 4 плюс минус 3 миллиметра вставьте наконечник линейки в отверстие 1 калибра строки диаметр на экране должно появиться значение 380 плюс минус 3 миллиметра. Затем вставьте наконечник линейки в отверстие 2 калибра. В строке диаметр на экране должно появиться значение 580 плюс минус 3 миллиметра. Отведите линейку в исходное положение. Проверка завершена. Калибровка датчиков дисбаланса проводится по результатам проверки погрешности измерения дисбаланса либо после транспортировки станка. Для калибровки потребуется штампованное колесо диаметром от 13 до 16 дюймов кондиционным диском без повреждений и набивной груз массой 100 плюс минус 0,2 грамма. Контрольный груз необходимо предварительно взвесить. Установите колесо на станок. Введите параметры колеса. Так как станок укомплектован УЗ-датчиком, то ширину колеса следует вводить вручную. Для этого после измерения дистанции и диаметра электромеханической линейкой нужно нажать кнопку ширина. Измерить ширину диска кран-циркулем и ввести полученное значение. И отбалансируйте его. Войдите в режим калибровки датчиков дисбаланса из режима новое колесо. Для этого нажмите меню, проверка и калибровка, калибровка датчиков дисбаланса. Следуйте указаниям, выводимым на экран. Установите колесо на станок так, чтобы в положении 12 часов не оказались ранее установленные грузы. Нажмите готово. Введите параметры колеса. Опустите кожух или нажмите старт. Приготовьте калибровочный груз весом 50-100 грамм. Взвесьте его. Введите вес груза. Установите груз справа в положении 12 часов. Опустите кожух или нажмите старт. Снимите калибровочный груз справа. И установите калибровочный груз слева в положении 12 часов. Опустите кожух или нажмите старт. Калибровка датчиков дисбаланса выполнена. Снимите калибровочный груз. После завершения калибровки необходимо выполнить проверку погрешности измерения дисбаланса. Для проверки потребуется штампованное колесо диаметром от 13 до 16 дюймов, кондиционным диском без повреждений и набиванный груз массой от 50 до 100 грамм. Установите колесо на станок. Введите параметры колеса. Отбалансируйте колесо. Не снимая колесо, выполните процедуру компенсации адаптер. Для этого нажмите меню адаптер. Затем выполните обычное измерение. Результат не должен превышать 1 грамм с каждой стороны. В противном случае повторите процедуру компенсации адаптера. Закрепите контрольный груз в правой плоскости обода. Выполните измерение, нажав клавишу старт или опустив кожух. Зафиксируйте результат. Переставьте груз на левую сторону. Выполните измерение. Зафиксируйте результат. Отключите компенсацию адаптера, нажав меню адаптер. Отклонения измеренной массы груза не должны превышать 2 грамма плюс-минус 2 процента от массы контрольного груза. В противном случае нужно выполнить калибровку вала, провести диагностику линейки и при необходимости ее калибровку, выполнить калибровку датчиков дисбаланса, повторить проверку. Калибровка выполняется путем наведения лазерной точки вручную в обозначенные места на калибре. Для входа в режим калибровка лазерного указателя из режима новое колесо нажмите меню, проверка и калибровка, калибровка лазерного указателя. На экране появится изображение окно калибровки лазерного указателя. Следуйте указаниям, выводимым на экран. Установите вспомогательную пластину на калибр линейки. Установите калибр на вал. Прижмите его с небольшим усилием быстросъемной гайкой с чашкой или втулкой с чашкой до касания торцевой поверхности чашки шпинделя. Кнопками наведите лазерную точку 1. Для наведения лазерной точки используйте клавиши вперед-назад, поворачивая при необходимости вал с калибром рукой. Нажмите готово. Наведите лазер на точку 2. Нажмите готово. Наведите лазер на точку 3. Нажмите готово. Калибровка завершена. Выполните проверку калибровки точечного лазерного указателя. Для проверки калибровки точечного лазерного указателя установите любой груз в зажим линейки. В режиме новое колесо подведите и прижмите линейку к ободу колеса. Необходимо визуально контролировать положение точки лазерного указателя. Она должна быть примерно на той же дистанции, на которой находится край груза в зажиме линейки. Проверка завершена. Если отклонения превышают 4-5 мм, то следует выполнить калибровку точечного лазерного указателя.